Есть нерадивые водители. Мы так обычно называем. Называть так, как хочется на самом деле, Александр говорит, не стоит. От водителей, которые паркуются не там, где надо, а там, где получилось, страдают прежде всего их коллеги по рулю – водители автобусов. Где хочу, там и стою. Понимаете, вот есть нерадивые такие водители, ну а зачем мне, чтобы он мне там хамил, а потом еще могут и морду же дать. Есть такие как-то нерадивые водители, которые все-таки ставят и мешают. А так, конечно, для нас это вообще хорошо, особенно часы пик. Сейчас, говорит водитель, работать стало легче. Выделенная для общественного транспорта полоса теперь свободна почти всегда. И если раньше центральную улицу проезжали за час, сейчас заположенные 15-18 минут. Хорошие показатели и у статистиков подсчитано. С 1 апреля по сегодняшний день в центре города произошло меньше тысячи аварий, тогда как за аналогичный период 2014 года число ДТП было на 15% выше. А вот скорость движения общественного транспорта, напротив, выросла на 13%. И может вырасти еще, если все больше людей будут пользоваться парковками и пересаживаться на автобусы. Поставил на перехватывающую парковку, оплатил, ему выдается билет, по которому он может сесть на автобус с номинованием буквой «П», то есть парковка на общественный транспорт, и двигаться в центральной части города в один конец и в другой конец бесплатно. Может тогда и на личных автомобилях мы сможем передвигаться на 13% быстрее, чем сейчас. Ексерина Кашучик, Андрей Сенченко, Новости ТВК.